Привет, друзья, у микрофона Антик, и мы продолжаем прохождение Clash of Heroes. После предыдущего эпизода вы оставили очень много комментариев, за что вам большое спасибо. И, конечно же, все советы я постараюсь учесть. Я, естественно, им всё запомнил, но... По ходу прохождения мы, наверное, как-то разберёмся. О, кстати, я видел там демона сидящего. В дупле каком-то. Так, мне подсказали, что я тут артефакт забыл, да? Да, лиственный доспех. Увеличивает здоровье героя на 25%. Окей, возьмём. Так, артефакт, качество... Понятно. Так, надет уже артефакт у нас. И, в принципе, всё хорошо. Ладно, пойдём тогда демона, это его убьём. Почему он там сидит-то? Правый проход закрыт, похоже, что, да? Так, и чё? Чё он убежал-то? А, вот так вот, да? Прикольно. Ох, у меня уже ноги горят от этих... Человечьих сапог. Когда уже можно будет покончить с этим маскарадом? Граф Карлайл дал чёткий приказ оставить как можно больше следов рыцарей. Угу, прикольно. О, Карлайл, кстати говоря, это тот вампир из произведения. Про вампиров я не помню, как называется, ещё фильм-то снимали. Чё-то про луну там или про волков. Про луну, кажется. Как-то в названии-то, не помню, короче говоря. Ладно, неважно. Тогда эльфы перестанут доверять своим союзникам людям, а мы тем временем оставим следы эльфов в империи Грифона. Прикольно. Короче говоря, они заговор такой готовят, да? Стравливают нас. Да, они хотят развязать войну между нами и империей Грифона. Тим тварям конец. Вся такая пафосная фигня. Расспросим. Ну давайте их расспросим. Но сначала, конечно, ресурсы возьмём. Отлично. Так, два кристалла. Чё, пойдём в бой, видимо? Слушайте меня, твари. Солжёте и вам не жить. Что вам известно о клинке принуждения. Ничего, нам пригазано позаботиться о том, чтобы эльфы и люди утопили друг друга в крови. Вот так вот он нам все свои планы сдал. Наивный демон. Так, против третьего уровня воюем. Я думаю, должны справиться в лёгкую. Так. Я видел возможность стенку создать, да? Давайте её создадим. Так, нормально. Дальше, значит, тут можно... на линиях атаку построить, я думаю. Так, ну и лучников тогда уж. Да куча. Демон тоже не теряет времени даром. Так, стенка у нас подросла. Так, что у нас там? Стенка четвёртого уровня, да? Хорошо. Так, здесь ведь на жёлтых надо атаку строить. Как-то неудобно. Блин. Давайте медведя уберём. Таких медведей куда девать? Дальше, наверное, сюда пихать. Так, один ход остался, да? Ну вот, давайте на феях атаку построим. Ещё и связку получили с оленями. Пока что, блин, эти связки я как-то неосознанно пока строю. Но в будущем, конечно, привыкну к этой механике. Но вот чём мне вообще нравятся вот эти бои аркадные, они мне сразу понравились тем, что... Они вроде такие простенькие. На самом деле отдыхаешь, вот когда играешь в этих героев. Отдыхаешь от настоящих героев, где там... На самом деле-то больше думать надо, чем тут. Так, на жёлтых давайте атаку построим, да? Так, и можно на феях тут атаку построить. Потом ещё на медведях. Так, нормально. Сейчас олени сметут этот... Отряд небольшой. Вот и всё. Вот и вся любовь. Победа. Так, никто у меня не опнулся, да? Нет, никто не опнулся. Мало ещё опыта у меня. Так, создан какой-то сплав. Давайте посмотрим, что за фигня такая. Чтобы сделать сплав, сформируйте атаку прямо вслед за существующей. Понятно. Так, похоже, надо медведей сюда ставить, да? Сплавленные атаки всегда будут использовать самое быстрое время зарядки. Хорошо. Хорошо. Убое количество атак. Стены тоже можно объединять, да? Всё понятно. Вон, а, в принципе, я так уже догадался, как это делать. Жизненно важная стратегия, блин. Попробую перебраться через мои нерушимые стены, эльф. Давай попробуем. Ну, что, нападаем? Вы видите, демона найдет способ перебраться через его неприступные стены. Так, а можно артефакты? Так, а можно артефакты сейчас саму никак не сменить, да? В принципе, нам не надо что менять-то. Так, сразиться. Ну, давайте. На линиях будем делать атаки. Очевидно. Как ещё через эти стены перебраться? Больше никак. Так, вот плохо, что больше оленей нет. Один всего у меня олень. Так, возможно... На медведях атаке тоже будет полезно. Так, понятно, собак сделаем. Собаки убьют алини, интересно? Да, могут, наверное. Хорошо. Так, одно перемещение на что потратить? Нет, тут бесполезно строить атаку. Что здесь вот где-то в одном месте стену пробивать? Не думаю, что. Так. Так, ну, нормально. Нигде не пробежали, но, к сожалению, не пробили до конца. Так, ладно, давай тогда мы перетащим вот эту сюда. Назовём подмогу. Чак не очень мне подмога помогла. Так, как же это сделать? Стенку не искала делать опять, блин. Ай-беда-беда-беда. Значит, алиния они не убили. Ну, в принципе, ударить-то пару раз надо. Пару линий туда запулить, то они всё снесут нафиг. Минус двенадцать. Отлично. Минус четыре. Может быть, шкала тогда заполнится у нас. Трудь бы какая-то магия была. Так, ну и чё? Подмогу звать или рано? Наверное, рано. Так, медведей сюда. Всего, блин, один ход остался. Давайте подмогу произведём. Блин, меня оленей убили, твою мать. Надо было из него отряд делать нормальный. Его не убили. Короче, я затупил, я немного, и потерял оленя. Главное, ничего страшного. Сейчас мы это... Сейчас мы это дело наверстаем. Так. Блин, слушайте. Снова пробили пару стен. Как-то неудачно они стоят всё у меня. Тут. Так вот, поставим. Ещё одного лени зарядим, и, наверное, мы им уже и пробьём до конца нашего врага. Тут опасный отряд, да, слушайте? Скупо брюганы. Надо сюда медведей поставить, чтобы они немного урон-то снизили. Ещё и стенку можно построить. Будет. А, нет, стенку-то я профукал уже. Да, стенку уже не получится. Ну, главное, что делать. Давайте тут тогда строить такую-то оборону. Такую-никакую. Заду их-то, конечно, оборона никакая, потому что они по стене ударят. У меня 24 хп, в принципе, я должен выдержать их удар. Так, подмога. Ещё один отряд не веди, построим. Ну, теперь точно они не пробьют. Хорошо. Сделали ему сплав, так называемый. Так, один ход. Ну, что я тут не построил за один ход? Ни хрена себе, наверное, какой-то. Ай, полегче, полегче. Миксер не пробьёт до конца. Так, ну что, у меня сейчас олень побежит. Я думаю, до конца уже добьёт. И битва будет выиграна. Прикольная битва получилась, мне понравилась. Всё, победа. Как говорится в игре чемпионы антерий, победа, залог победы. Высекаешь. Вот тут так же. Победа, залог победы. Так, Ленинс прокачался, класс. Так, у него атака увеличилась, да? Здорово, здорово, слушайте. Так, получили мы ресурсы. Гляди, Анвен, обрывок ткани бело-голубой, богато украшенной. Это от плаща Годрика. Демоны захватили его в плен. Возможно, он жив. Или они его убили. Анвен, нужно бросить все силы на пояс клинка принуждения. Свет уже остывает. Нет, Годрик там, я это чувствую. Если мы хотим найти клинок принуждения, нужно отыскать Годрика. Да. А, давайте откроем сундук. Знакомый звук. Это боевой рог со стороны дерева друидов. Друиды? Никогда не слышал, чтобы они трубили в рог. Быстрее мы должны добраться до дерева друидов на севере. Возможно, там тоже демоны. Ладно, давайте откроем сундук сначала. Это забавный артефакт. Да. Так, что он мне сразу наделся, да? Так, ну слушайте, я, наверное, пока что оставлю доспех. Мне, как новичку в этой игре, стоит пока что о ХП беспокоиться больше, чем о каких-то таких вот тактических примочках. Я думаю, это будет пока что правильно. Но потом уже как-нибудь будем всякие такие ходы продумывать. Это боевой рог к дереву друидов. Так, убежали стрелки, да? Так, ну что ж, мы идем тогда. Так, слушайте, а мы с этим уже болтали или нет? Чего тебе? Останет меня, дитя. Разве Кромер не заслужил спокойствия и тишины? Ну, я не знаю, заслужил. Так, все понятно, он не хочет говорить со мной. И хочешь, как хочешь. Так, больше мы тут ничего не можем сделать, да? Нет. Какой-то чувак. Похоже на ассасина из Лиги Киней. Приветствую тебя, эльф. Я представляю одну организацию. Хорошо. Мы хотим, чтобы все прошло гладко, чисто. Понимаете, о чем я? Нет, мыло здесь ни при чем. Я имею в виду избавиться от всякого мусора, смутьянов, плохих парней. Мы уничтожаем сброд и подонков, досаждающих нашей прекрасной стране. Не желайте за умеренную плату помочь нам избавиться, избавить этот мир от злодеев. Так, слушайте, это хороший или плохой квест? Стоит ли его брать? Ну, я думаю, стоит, потому что мне нужны деньги. Я еще только начал игру. Так вот, ваш первый контракт. Коварный эльф по имени Кромер прячется где-то в этом лесу. Его преступление омерзительно. Какая разница, мне уже деньги нужны. Я его и так убью. Видел я этого Кромера. Сейчас он умрет. Пусть он просит пощады. Я его слышал. Кромер, вот ты где. Неужели конец пришел моей славной преступной жизни? Да, ну что ж, давайте убьем. Так, третьего уровня против нас. Ой, и тут друиды будут, слушайте. А что друиды умеют делать? Ну, если как не щелкнуть, да? Не щелкнуть, не посмотреть подсказку. Ну, ладно. Нет, так нет. Не очень-то и хотелось. Так, ладно. Олени у меня не очень удачно встает, конечно. Вот так сделаем. Так, и... Будем, тут двое-то не получится сделать двойку, да? Вот тогда вот так вот сделаем пока что. Так, и из медведей еще один отряд. Будем по этой линии прорываться. Потому что я думаю, по какой-то одной опять же линии прорываться, чем по-нескольким одновременно. Так, неплохо. Давайте тогда вот из лучников сделаем, что ли, отряд. Раз уж не то пошло. Так, здесь можно, кстати, игре стенку организовать, в том числе, в случае. Пусть будет. Вроде как необходимости-то особой нет. Тут медведей поставим на оборону. Так, еще один ход остался. Наверное, подмогу... Нет, подмогу рано. Ну, пофига, давайте подмогу призовем. Так, сейчас мы на линиях атаку будем делать. Вообще до линии дойдет черед. Вроде как... Мы уже неплохо пробиваем их. Так, ну здесь, конечно, медведей сейчас пострадают. Сюда, что ли, поставить? Да ну, давайте тут. Группировать медведей новых. Так, нормально. Так, мой линь-то еще не скоро сходит, да? Наверное, подмогу призвать. Вот этот линь тут только мешается, мне кажется, вообще. Толку от него никакого. Только место занимает днем. Тут, конечно, надо бы неплохо сделать. Но тут с стенками стоит. Да уж. Давайте в этой линии пробьем тогда. Да и закончим уже бой. Ну, я вроде как не успею же бить. Слабенькие адруиды. Он очень-то и сильно бит. Так, не связка это уже плохо, но мой линь, наверное, успею сходить туда. Да, линь не успею сходить. Так, ладно, давайте тогда. Ну, конечно, тут фею бьют, но ладно, пусть убивают. Так, и два хода осталось. Два перемещения. Давайте призвем кого-нибудь. Ничего толкового не получилось тут. Ну, все, в принципе, этот олень, наверное, бежит. Это уже его уничтожает просто. Это же героя. Неплохо, неплохо. Ну, это сейчас какое-то, наверное, несюжетное задание это было, да? Потому что... Мы его просто убили за награду. Чтоб заработать. Чтоб прокачаться. Премьер завершено. Давай вернемся за наградой. Давай вернемся. Что делать-то? Так. Желаете получить награду? А вот и награда. Окей. Так, еще квесты, да? Черепобров. Неуловимый некромант. Наверное, прячется в какой-нибудь темной и сырой норе. Ладно. Удачи, спасибо. Так, может быть, еще одну работу? Да, давай еще одну работу. Могущественный маг, разыскиваемый... Разыскиваемые за использование запретной магии. Разыскиваемые, наверное. Вы видели недалеко от материнского семени. Мимо его магии он пройти не мог. Хорошо. Понятно. Короче, набрали квестов. Где он выполнять? Так, тут оленя у нас, кстати говоря. Сколько покупать-то мне хоть, я не знаю. Давайте двух пока купим. Пока я не знаю, что их вообще покупать-то полностью или не полностью. Ладно, пойдем в ресурсы, возьмем тогда. Так, руда. Золотишко. Да, золотишко. Так, это на самом деле... Я сначала принял за шахту, но это пещера какая-то, похоже, что... Там какие-то скрещенные мечи отображаются. Значит, тут будет битва. Ммм, вот и некромант, слушайте. И демон сундук охраняет, да? Я думаю, что стоит пойти сначала демона убить. Взять то, что в сундуке. Так, демон четвертого уровня, я тоже четвертого уровня. Ну, в принципе, должен справиться с ним. Так, слушайте, удачный олень встал у меня. Просто всегда бы так вставали они. Так, гребаная оленя. Отлично. Так, и синий олень еще есть. Но синему оленю пока не суждено построить такую-то цепочку. Давайте медведя уберем просто. Стенку на всякий случай организуем. Так, и атака на медведях. Вот. Такой вот у нас первый раунд. Так, я на самом деле не вижу особых таких комбинаций и выгодных. Плохо стоят у меня воины. Ой, блин, я промахнулся. Твою ж налево. Я хотел сюда. Все равно мы затащим в этом бою. Демоны не очень медленные. Так, все, медведей больше нет. Блин, эта гребаная олень тут плохо стоит вообще. Не нравится, как он тут стоит. Эти его переместили лучше сюда. Ладно, начало у нас было хорошее с оленьем, а сейчас что-то какая-то фигня пошла. Но зато этот олень у нас сейчас очень сильно пробьет. Немного хп отнимет. Я на него возлагаю большие надежды. А потом у второго олени построим еще для атаки. О, сразу на 20 хп. Отлично. Так, ладно. Подмогу призываем, да? Пусть бьет, в принципе. Ваша школа заклинаний полна. Да, как раз заклинания. Про него-то я и вспоминал. Давайте-ка мы держался на стрелы, пустим куда-нибудь. Лучше сюда, да? Тут всего 9 будет атака, тут больше. Тут зато меньше мы убьем. Что-то уберем. Вот сюда все запустим. Победа. А, в принципе, что я там думал-то? Мы же стрелами затащим где-то там. Я думал, где больше пробить. Хорошо. Так, олени у нас не успели прокачаться. Ну что ж, неплохо-неплохо. Давайте посмотрим, что в сундуке. Олени Рок. Через все вражеские стены, да? Хорошо, берем артефакт. Он наделся, наверное, у нас опять, да? Нет, все-таки я предпочту пока что доспех взять. Доспех брать. Так, ну что, пойдем в битву с некромантом тогда. Посмотрим, что за перец такой. Здравствуйте, детки. Не поможете черепобробу выкопать немножечко свежих эльфийских косточек? Бросай лопату. Понятно. Тут, короче, опять пафосная речь. Да, слушайте, у него тут вампиры какие-то, зомби. Это кто-то такие, непонятно, жнецы, что ли? Или умертвие? Фиг знает. С серпами какие-то чуваки. Так. Блин, они сразу три связки сделали. Охренеть. Еще и, блин, население. Охренеть. Как с таким воевать-то вообще? Так, давайте уберем этого. Построим связку на олене. Так. Слишком много медведей. Может быть, сделать стенку лучше? Давайте стенку сделаем. Пока немного будет расти, мы сформируем какой-нибудь отряд. Так. На самом деле, можно еще стенку сделать. Давайте в оборону идем. Слегка. Что-то мне страшно, на самом деле, от этих всех его войск. Слишком уж их много. Сразу вампир восьмерка будет. Охренеть, он настроил войск-то. Так, давайте уберем отсюда фею. Наверное, против вампира надо строить отряд какой-то. Так вот мы их усилили. Так, еще одно перемещение есть, да? Кого будем куда перемещать? Давайте тогда на олене планировать атаку. Думаю, это будет правильно. Так, кстати говоря, надо не забывать сидеть за шкалой, за этой. Твою мать, меня бьют. Меня просто убивают полностью. Да, слушайте, этих лучников-то я собирался сюда поставить, и они исчезли. Печель беда. Так, ладно. Так он на медведях. Блин, этих медведей бы куда-нибудь убрать вообще нахрен. Решаются они только. Так, где сейчас пойдут, да? Блин, оленей-то меня убьют ведь. Да, слушайте, оленей-то убьют. Ай-яй. Печель беда, печель беда. Ничего с этим не могу сделать. Я могу его убрать, в принципе, дать все, чтобы его не убили. Но зато я дам противнику пройти. В принципе, наверное, не тот случай, когда стоит беречь воинов. Я так думаю почему-то. Ладно. Короче говоря, все ошибки учтем. Обязательно комментируйте. Потому что этот бой я вижу, что сложный. И что-то не знаю, как лучше было сделать. Но. Антик-то все делает правильно. Так. Вот здесь что ли? Нет, здесь нельзя так убивать. Так, у меня всего один ход, да? Блин. Сейчас они как раз оленя-то пойдут бить. Ладно. В принципе, они об стенку убьются и все. Ничего страшного не произойдет. Вот этот вампир опасен, да? 16 хп у него. Блин, 20 уже. Ну не хп, а вот этих очков атаки. Не знаю, как это правильно называется. Силы или очки атаки. Блин. Короче, тут, по-моему, ничего не получается у меня. Да уж. Ладно, придется его пропустить. Что делать-то? Вот что. О, смотрите, он еще и хилится. Вот атаки-то. А вот атаки вампиров, видимо, он хилится, да? То есть это логично-логично. Так, вот этого ампира, конечно, пробить можно. Фикер узнает, что это лучше сделать. Лучшего варианта у меня такое впечатление, что нет, в общем. Как ни делай, все пипец. Какой-то. Да. С поселения в легкую прошли. Все, и вампир, видимо, завершил этот бой. О, кстати, у меня стрелы же есть. Ёптать. Я про стрелы-то и забыл совсем. Так, вот этого ампира попробовать убить. Потому что у меня других вариантов-то сейчас нет, как бы. Тут, конечно, получше убить, но... Надо ампира как-то ослабить. Да, ослабил, но немного. На самом деле, не намного. Давайте олень тогда на охрану поставим. Так. Вот так вот. Так будет лучше, я думаю. Да. Выиграли время, но похоже, что у меня тут вообще нет шансов. Блин, где вампиры гребаные, я не знаю, что с ними делать. Все, это конец. Это конец. Так, понес все, алим. Нормально он прошел, все, алим всех убил. И урона тоже не нанес. Ладно, в принципе, тоже неплохо. Так, и что делать-то тут? Давайте-ка мы... Вот так вот сделаем. Слушайте, один олимп себе призвался. Да хоре, блин. У меня и так хп осталось-то. Кот наплакал. Да уж. Может, я недостаточно строю стенок? Стоит их больше делать. Они же у меня все-таки растут со временем. На них надо как-то упор делать. С одной-то точки зрения. С другой стороны, хрен его знает. Может, он мне и не поможет. Ребаные феи мешаются тут. Как-то не очень хорошо все встали. Так, ну, он два хода. Давайте тогда. Время медведей поставим туда вот этих ребят. Какая-то будет защита вот от этого отряда. Так, тоже вампира заряжают. Еще одного вампира заряжают. Так. Надо бороться с вампирами. Так, один охот остался, да? Два телени понемногу заряжать. Хотя, в принципе, от этого вот уже никак не защититься мне. Не спидел. Так. Да, у меня пять хп осталось. Надо как ни крути, вот тут атаку строить. Хоть какую-то. Уж-то я лень сейчас заряжу, но этот вампир-серва раньше сходит и... Меня убьет. Давайте под ногу вызовем. Блин. Твою ж налево. Можем двоих убрать. Медведи-то все спрятаны. Черт знает куда. Ну, я не знаю, я не знаю, как тут выживать. Таких блок убрать, стенку поставить можно. Медведи поставить. Но нет. Все равно вампира пробьют. Я думаю, что там... Так. Тут вампиры тоже заряжаются, блин, гребаные. Так, стоп, откуда я взял тебя? Отсюда. М-да. Можно, в принципе, попытаться стенку построить. Но будет, наверное, уже слишком поздно. Что-либо тут строить. Так, все понятно. Стенку нам уже не построить. Стенку нам уже не построить. Тут у нас один... Он упрется в стену. Тут 14. Эти 14-то пройдут как раз. Стена 4. У медведей 6. Минус 4 хп, да? То есть не убьют принц. А, нет, они убьют. Они же еще на 2 усилятся в этом раунде. Чтоб тебя. То есть никак не защититься получается, что ли? Так, если я оленя поставлю... А, оленя-то еще не поставишь. Оленя-то толстый, блин, скотина. Оленя поставлю, пусть убивают. А, хотя тут, в принципе, они пройдут. Чего я тут стараюсь-то? Нет, тут никак не защититься. Все. Это конец. Это конец. Побежден. Ну что ж, вот и кончилось наше прохождение. Clash of Heroes. Всем спасибо за то, что посмотрели. С вами был Антик. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok